Один из таких подарков обнаружили неподалеку от трассы Киев-Днепр. Второй раз за неделю там устроили незаконную свалку львовского мусора. На этот раз фура разгрузилась в чистом поле. На месте побывал Станислав Кухарчук. На этом поле у семьи Николая Смирнова свой пай. Мужчина с грустью наблюдает, как ветер носит полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки. На окраине поля куча мусора. Это уже упадет на цены, она не проростит так, как нужно. Или уже пропадет частина какого-то врожаю. Прикрыл одни, что не могут найти на них управу. Ну, что ж это? Хіба це ж не перший випадок. Отходы сбросили на окраине Орловца в 500 метрах от съезда с трассы Киев-Днепр. Фура приехала ночью, поэтому, как разгрузилась, местные жители не видели. А вот откуда мусор догадаться нетрудно. Среди хлама школьные тетради, почтовые конверты, кассовые чеки. И все это из Львова. Сельский голова Орловца рассказывает, судя по следам от колес, фура заехала со стороны столицы. Чиновник уверен, места для свалок водители фур ищут не сами. Скорее всего, кто-то сопровождает. Попередньо они выезжают, машины, мабуть, идут позаду, и они регулируют, декуди завезти его и завалить. Это сміття, яке потім нам потрібно будет за рахунок громады вывозить и утилізувати его. Полиция и экологи уже обследовали незаконную свалку. По факту загрязнения земли правоохранители открыли уголовное производство. Полицейские надеются, что установить личность водителя и номера машины смогут, посмотрев видео с камер наблюдения. Они расположены на трассе и в самом селе. Все будет вылечено, будет дослежено в рамках проведения следственных действий. Будет установлено, мы сподіваемся, что не всечасно будет установлено данное правопорушение. Если водителя найдут, ему грозит штраф чуть больше трех тысяч гривен. А вот чтобы утилизировать львовский мусор, Орловец потратит не менее десяти тысяч. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.